Хочется поблагодарить вас за те молитвы, которые вы совершаете тех братьев и сестрю, которые учатся в семинарии и выразить еще одну просьбу продолжать молиться. У нас дальше будет этот трудный период, окончание нашей учебы, дипломный проект. В общем, это сложно и требует очень больших потрат, ресурсов, усилий, где-то от чего-то отказаться, делать неправильные приоритеты в своей жизни. Но не только у нас такое бывает. Это бывает и с каждым верующим человеком, в жизни каждого человека, который пришел к Иисусу Христу. Есть вот такие моменты, когда надо выстраивать свое христианское мировоззрение. И хорошо, когда оно правильно выстроено. Поэтому мы просим молиться о нас, чтобы Бог догонит силы, мудрости. И также понимать, что и в вашей жизни точно так же должно происходить. И об этом у нас учат Священное Писание. Мы, в свою очередь, молимся о вас. И я хочу сегодня вместе с вами порассуждать над небольшим отрывом из послания апостола Павла Церкви в колоссах. И взять эти божественные истины для себя, для нашего назидания, наставления. Я вот это созвучно с тем ступеньем, который я говорил. Я хочу прочитать с первой главы, с первого стиха. С первого по девятый. Написано Павел, более божий апостол Иисуса Христа. И Тимофей, брат, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего и Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном условии благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, как и научились от Ипофраса возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в Духе. Вот до этого места. Ну, вообще, этот отрывок правильно было бы разделить на две части. Но прочитать вторую без первой, ну, не совсем правильно, потому что эта коротенькая первая часть – это вступление в приветствие. И мы совсем немного обратим наше внимание на это, до первых два стиха. Ну, это очень много дает нам. Нам очень полезно и важно знать, кто автор послания, и когда мы понимаем посылки написания этого письма, и эти подробности, они очень хорошо открывают нам тот Божий замысел, который Бог имел в виду для того, чтобы вот открыть что-то получательным данного письма. Ну, первое, что мы видим, и это очевидно, то, что автором этого письма является Павел. Павел, и рядом с ним находится Тимофей, брат. И дальше, в конце послания, в самой последней главе, мы можем увидеть, что, скорее всего, письмо писал Тимофей под диктовку Павла, потому что в конце мы читаем такие слова «И своей рукой пишу вам приветствие». То есть, последние предложения сам Павел написал. Ну, почему это важно? Потому что именно к этому посланию есть больше всего различных претензий, которые мы, конечно, не принимаем. Претензии в том плане, что остаивается авторство этого послания. И вот критики утверждают, что послание все-таки написал не Павел. И основным аргументом является то, что очень сильно отличается стиль письма. Для того, чтобы нам стало понятно, но особенно для взрослых людей это понятно. Потому что раньше не было телефона, не было вайбера, не было мессенджера и чего-то еще. Были письма и ручки. И когда вы переписываетесь с одним человеком, вы видите его стиль. Это видно промежду строк становится. И если бы вы получили письмо, которое было бы подписано одним человеком, но написало его совершенно другое, скорее всего, вы заметили бы это. Вы это заметили. Так вот, содержание и стиль этого послания очень сильно отличаются. А именно тем, что оно написано таким особенным языком. Павел никогда так не писал, но это не может быть аргументом, потому что, ну, очень очевидно, очень очевидно сам текст. И для нас это важнее всего. Сам текст, священное писание, богоозгновенное слово Божие, говорит нам о том, что Павел волей Божьей апостола Иисуса Христа является автором этого послания. Почему есть вообще такие потенции? Но, как уже замечено в веках и в истории, христианская, богословская мысль, она развивается по той причине, по причине поступления различных проблем. Что я имею в виду? Ну, никогда не нужно было говорить о личности Иисуса Христа. Первые христиане понимали, что Иисус Бог. И это было понятно и очевидно, и не надо было ничего никому объяснять. Но появились люди, которые начали говорить, что Иисус, как же Он Бог, если Он человек? Как Бог может быть во плоти? И тогда верующие люди церковь ими начали размышлять. Богословская мысль начала развиваться, и людям нам нужно было. И мы сейчас имеем это огромное наследие учения об Иисусе Христе. Мы понимаем, что Он 100% Бог, и 100% человек. И нам это открывает священное писание. Нам не совсем просто это вместить нашим человеческим разумом. Но это именно то, что говорит нам опять-таки слово Божье. И нам от этого никуда не деться. Мы знаем, что Христос был человеком в плоти, который ощущал голод, жажду, терпел, все необходимые, все связанные с пребыванием в теле, нужды. Все он это претерпевал, но тем не менее, он был и Богом. Богом, который был прежде создания мира. Богом, который творил все существующее. Именно в этом послании, как нигде в других, Павел развил эту мысль о Христе. И здесь нам изложена четкая христология, учение об Иисусе Христе, о том, кто Он такой, прежде создания мира. Ну, а после этого послания, после этого приветствия, идет вот следующая часть, на которую я и хотел бы обратить внимание. С третьего стиха апостол Павел говорит, что он благодарит Бога в молитве. Чем же вызвана эта благодарственная молитва апостола Павла? И вот этот отрывок с третьего по восьмой стих, он объясняет нам, чем вызвана вот эта радость апостола, служителя Божьего, не по воле человеческой, но по воле Божьей. Чем вызвана благодарность, которую Павел, как мы тут читаем, всегда с молитвой проносит при лице Бога. Чем вызвана эта молитва апостола Павла, эта радость и эта благодарность. И этот небольшой отрывок, он объясняет нам это. И вот основной мыслью этого отрывка, скорее всего, является то, что Божья благодать, которую приняли верующие в колоссах, она произвела в них вот все те действия, за которые Павел благодарит. Ну, по-другому можно было бы это заглавить, как славные результаты истинной Божьей благодати, или действия истинной Божьей благодати. Это действительно настолько славно, когда мы смотрим на то, что делает истинная Божья благодать в грешных людях. Это славные результаты истинной Божьей благодати произвели в апостоле Павле непрестанную молитву за эту церковь, молитву благодарения и радости. И вот те моменты, на которые нам не следует обратить внимание. Постолу Павла говорит, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего и Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». И вот это первое, что апостол Павел открывает. Результаты действия славной Божьей благодати в людях оно производит славу и надежду. В тексте оригинала этот предлог «в надежде» он звучит «из-за надежды». И это можно очень четко и ясно увидеть в тексте, как текст нас убеждает в том, что верующие в колоссах проявляли свою веру и любовь ко всем святым и были названы братьями святыми, отделенными по той причине, что ими руководила надежда. Ими руководила надежда. Это первое действие, первый результат славной Божьей благодати, которая действует в людях. Это то, о чем мы буквально только что слышали, если вы помните. Говорил брат Игорь Борисович. Это действительно единственное то, что оправдывает все наши цели. И имеет смысл говорить об истинной Божьей благодати. Потому что, когда настоящее Евангелие, настоящее Евангелие проникает в сердце человека, оно дает им настоящую надежду. Когда человек, он верует в Иисуса Христа, и он осознает все то, что Бог сделал для него. Именно это руководит всей его жизнью. Давайте мы еще раз прочитаем. В 4 стихе хостол Павел говорит, что радость его, непристальная молитва, благодарность пред лицем Бога вызвана тем, что он услышал о вере колосян во Христа Иисуса и о любви ко всем святым из-за надежды, на уготованное на небесах. Эти люди настолько впечатлились в Евангелии. Они приняли его. И как в 7 стихе написано, в 6 стихе, с того дня, как вы услышали и познали Божью благодать. Божью благодать, Божью истину нужно услышать и познать. Вот когда она принята человеком верой, то тогда есть вот этот вот результат славной Божьей благодати. Им движет единственная надежда. Надежда, на уготованное на небесах. Что это значит? Если сказать по-простому, если сказать по-простому, это значит следующее. Человек понимает, что Бог дал ему что-то, что просто невообразимо. Он никогда не мог даже ожидать такого. Это проще понимать тем людям, которые были в страшных грехах, которые были в погибели, которые погибали, которых Бог поднял, и они чувствуют и ясно видят этот контраст. Возможно, немножко тяжелее это тем людям, которые являются в церкви, не братья и сестры, но они сами себе свидетельствуют. Я благочестивым грешником был. Я не делал больших сильных грехов. Этот контраст, но тем не менее, это действие славной Божьей благодати должно действовать одинаково. Каждый человек должен прийти к тому выводу, что Бог дал мне незаслуженно свою милость. Что Бог обещает мне все вот эти вот небесные богатства. Эту славу небес. Это постоянное присутствие в Иисусе Христе. Это славное обещание для церкви и всех верующих. Там, где не будет горя и плача и слез. Там, где Бог утешит и утрет всякую слезу. И почему это происходит именно со мной? С того дня, как вы услышали и познали благодать Божью истину. Каким образом действует Божья благодать? Каким действует? А образом она действует, и она вселяет надежду в сердце человека. Человек осознает, что натянный грешник, хоть благочестивый, хоть тот, на котором пробуй не обестали. В разнице, но он должен это осознать. Он должен осознать, что святой и справедливый Бог вправе с ним взять и осудить меня на вечное осуждение воды. И это будет праве. Это будет заслуживание. Это то, что производит в человеке славная Божья благодать. Славная истинная Божья благодать. Истинная Евангелие. Истинная Евангелие, она несет в себе именно эту весть. Полной испорченности человека, его негодности и абсолютной испорченности. И тогда человек понимает, что все то, что Бог дает ему, оно не заслужит. То есть, это слава Небес, это, ну, не знаю даже с чем сравнить. Это, если по нашим земным меркам, если бы сегодня мы просто шли и, придя домой, получили письмо о том, что какой-то богатый родственник оставил вам 10 миллиардов долларов. Я не знаю, вы, наверное, просто даже не поверили бы сначала. Но это не сравнимо больше. И ты, и человек, в жизни которого действует Божья благодать, он движен этой надеждой, которую Бог обещает ему в небесах. Он понимает, что все совершилось. Совершилось независимо от того, что я так долго противился Богу. Он понимает, что все, Бог утвердил и запечал это раз и навсегда. Как написано, посадил нас на небесах во Христе Иисусе, прежде создания мира. Именно это движет верующим человеком. Именно это производит вот такие результаты, о которых говорит апостол Павел, услышал о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Сегодня мы слышали о вере. Мы тоже должны и проявляем нашу веру в нашу жизнь. Есть такие ситуации, где нам нужно поступать правильно. Есть такие ситуации, когда с нами поступают несправедливо, и нам хотелось бы восстановить эту справедливость. Что значит апостол Павел говорит, что о вашей вере мы слышим? Павел на момент написания этого послания находится в заключении в Риме. Мы можем прочитать об этом в четвертой главе этого же послания. И он говорит, что я нахожусь в вузах. И в Риме слышно о церкви в Комосах и о вере этих людей. Что же это за вера? Скорее всего, эта вера отличалась от веры в церкви в Калифе. Там говорят, а я слышу о вас. Что вы и судите с ним в эту саду. Вы хотите восстановить справедливость. По-человечески. Так часто бывают ситуации очень-очень много разных всяких. Павел говорит о пути лучшем, превосходнейшем. А не лучше ли вам оставаться обиженным? Оставить весь суть Богу. Как говорит Евангелие, скорее всего, верующие в Комосах поступали именно так. Их вера выражалась в практической христианской жизни, когда все понимали, что эти люди действуют не так, как все остальные. Они не отвечают словно с Богом. Они поступают справедливо и правильно. Они не обманывают. Они не обвешивают. Они не воруют. И это было явно. И об этой вере было слышно даже в Риме. Дальше он говорит о том, что результатом и действующей силой всего того, что происходило в жизни Колоссян, надежда двигала этих людей не только проявлять свою веру, надежда на небеса. Все, Господь, Бог простил, закинул за хребет все мои грехи. Независимо от того, что я такой, какой я есть. Вот это движет. Вот это дает силы проявлять свою веру практическую. Тогда, когда это трудно. И даже тогда, когда люди живут в этих мусульманских странах, и происходят эти страшные вещи, нам это пока не понятно, пока это не пойдет нахребет. Нужно только молиться. И вот второе, о чем он говорит, это тоже очень важная библейская листья. О любви ко всем святым. Ну, просто очень много у нас не достанет времени причислять все те места священного писания, где сам Бог, через своих апостолов, через свои места, через свои места, через Иисуса Христа, говорит о том, что первым критеррием, даже первым показателем проявления действий Бога-человека, это есть любовь к братьям, это есть любовь к церкви, это есть любовь к своим повериям. И с того все мы знаем, что вы мои ученики есть, и будете иметь любовь между собой. И тогда этих мест настолько много. И апостол Павел говорит, что его благодарственная молитва, постоянная, непрестанная, она как раз-таки по причине того, что он слышит, как проявляется их вера. Он видит, что они приняли это Божье благорестование истинное, настоящее. Они услышали его и приняли это, мы читаем. И с того момента эта вера проявляется. И вот она. Но есть еще один момент, на который апостол Павел обращает внимание. Кроме того, что он, можно так сказать, хвалит. Хвалит верующих колоссах, ободряет их и говорит, что то, что у вас происходит, то, как вы поступаете, это правильно, это хорошо. Но это могло бы быть поводом для того, чтобы люди каким-то образом имели искушение присвоить все то, что происходит, своим усилиям. И поэтому апостол Павел пишет дальше. Он желает просветить этот момент, и он говорит об источнике, об источнике той надежды, которую получили верующие в колоссах, истинные святые братья. Он говорит, что это не ваши усилия, это не ваши заслуги, это не вы в определенный момент захотели делать угодное Господу. И мы читаем с 5 стиха «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовесткования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами». Здесь мы очень ясно видим из текста, что источником всех этих проявлений в Бога угодной жизни в церкви в колоссах является благовестование от Иисуса Христа. Это Евангелие. И здесь прямое дополнение в 6 стихе указывает нам на то, что именно Евангелие приносит плоды. Эти плоды это заслуга неверующих колоссах. Эти плоды, они происходят и в других местах, и это плоды Евангелия. Это плоды Божьего инструмента, который Бог предназначил прежде создания мира, чтобы люди могли приближаться к Богу и угождать Ему. Чтобы церковь стала церковью. Чтобы сбылось пророческое слово. И слова мои вложу в сердцах и запишу на сердцах и сделаю их способными исполняемыми. Сам по себе человек не способен это делать. Очень ясно текст нам говорит об этом. И мы читаем, что это Евангелие, оно пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как между вами. С того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, оно все больше и больше растет. Это Божья благодать. Это тот расточек веры, который Бог положил в наше сердце, в нашу душу. Это семя не продукт какого-то нашего умозаключения или наших исканий, возможно, длительных по церквям, умным книгам. Это продукт Божьего плана, Божьего плана спасения. Бог загоняет это семя через свою Евангелию, через благорестование от Иисуса Христа. И потом это семя оно приносит и у нас, братья и сестры, и в церкви колоссах. Оно приносит плод, как его все видят. С того дня, когда человек услышал и принял его, когда он понял всю суть того, о чем сказано в Евангелии. В Евангелии можно сказать одним предложением и я еще раз повторю. Это тот момент, когда человек слышит Божью весть об Иисусе Христе, о его любви ко всем людям. Он осознает себя грешником и преступником Божьего закона. Он осознает то, что Бог святой и праведный, вправе прямо сейчас осудить на вечные муки и будет справедлив. Я заслужил это. Каким бы грешником я не был, отпетан или благочестим. И тогда открывается Божья любовь. Написано «Верующий Иисуса Христа имеет жизнь вечную». Вот дело Божье говорит Сам Христос, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Действие славной Божьей благодати выражено в двух вещах. Это в том, что верующие люди проявляют свою веру и ведь мотивом и самым основным мотивом всех действий верующего возрожденного свыше человека является та славная надежда, которую Бог дал нам. Которая ждет нас на небесах. Мы понимаем, что это незаслуженно. Мы понимаем, что это не смертные сокровища, которые нам просто трудно даже объяснить и понять сейчас, пока мы можем вводить. Понимаем все то, что Бог сделал для нас. Всю ценность жертвы Иисуса Христа, которая сделала нас наследниками небесных сокровищ. Это движет нами. И второе, о чем говорит апостол Павел, он хочет обязательно, чтобы люди знали, что это не наша заслуга. Это действие Божьей благодати, которое и у нас, и во всем мире проносит плод. Божье слово, Евангелие Иисуса Христе, оно способно изменять людей. Оно способно проникать до раздвления души и духа. Оно способно изменить закоренелого преступника и грешника и сделать из него святого человека. Оно способно произвести такую благодарность перед Богом и непрестанную молитву святых, когда они видят действие Божьей благодати. И она действует и сегодня. Ну, и практические выводы, которые можно было бы сделать. Я думаю, что бы неплохо было бы, если бы крайний из нас сегодня спросил, что движет в нем в моей жизни. Имею ли я ту надежду, которая стоит и нато всем, которая просто-напросто окрыляет меня, когда мы тяжелы, когда мы труды. Вспоминаю ли я об этом? Имею ли я такую надежду, о которой пишет апостол Павел, что это надежда, смотря на эту надежду людей, что они на правильном пути, у них правильные мотивы. Все то, что я делаю, как христианин, как дитя Божье, произведено ли оно этой благодарностью за то, что сделал Бог? Он говорит мне, вы меня возведите, но ведь я возведу вас прежде. Я прежде дякую вам свою любовь. Именно это должно быть двигателем всей нашей жизни. Славная надежда, которая незаслуженно подарена нам Бога. Имею ли я ее. И второе, понимаю ли я все то, что делаю ли я, как христианин, как ведущий человек, что это никак не возвышает меня. если я научился давать десятину, если я научился или навыком приучил себя к тому, чтобы быть на малой группе, в воскресенье, на вечернем, достиг каких-то определенных результатов, я раз и навсегда сделал принципом своей жизни не красить, не обманывать. делаю ли я это какое-то привилегие в ней, делаю ли я это мне заслуги. Павел хочет знать, вернее, Павел хочет, чтобы верующие не знали, что это заслуга действующей, Божьей благодати нашей жизни. Бога действовать. Эти две вещи. Понимали ли мы правильно ли мы услышали, имели ли мы эту надежду. Пусть Бог будет ословить нас, иметь правильную надежду, чтобы она была двигателем нашей жизни. И понимать все то, что происходит в нашей жизни, все эти добрые потруги, все это попытки угождать Богу, желание, наше служение, все это добро, проявление веры и любви ко всем святым, это результат Божьей благодати. Это Бог делает нас ему славу. Поверь ему Богу. Аминь.